Здравствуйте! Снова Александр. Я расскажу вам сегодня о достаточно интересном, на мой взгляд, детском автомобильном кресле. Первой категории это с 9 месяцев до 3 лет. Где-то до 100 сантиметров роста ребенка. То есть, просто в 3 года дети могут быть и метр 10, и 90 сантиметров. Поэтому где-то до 100 сантиметров роста хватит этого кресла. Вот. Это кресло от компании Максикози. Называется Тоби. Поэтому сегодня с вами его изучим. Посмотрим, что оно такое, как оно сделано, как его крепить, как им пользоваться. Так что давайте изучать. Для начала расскажу про безопасность. Это кресло имеет высокий уровень безопасности. В этой модели очень много внимания уделили боковой безопасности при боковых ДТП. Здесь очень хорошая, глубокая защита установлена в этом детском автокресле Максикози Тоби. Вот. Поэтому этому креслу смело можно доверять ребенку. Что касается тканей, используемых в этом кресле, тут вообще вопросов никаких. Максикози, если вообще выбираете секресса, наверняка слышали об этом бренде. Это топовый бренд, можно сказать, один из самых интересных на рынке. И ткани они использовали всегда очень качественные, очень приятно и тактильно. И в этом вопросе никаких претензий не будет. Особенно приятная ткань всегда используется на подголовниках, где ребенок касается лицом кресла. Поэтому с тканями все отлично. Вот. Что касается посадки ребенка. Вы сами видите, кресло не маленькое. Оно достаточно большое место имеет, большого размера. Поэтому даже какой-то курточке ребенку здесь, в принципе, будет нормально. Я не говорю про зимний пуховик. Конечно же, в нем ребенку будет тесно. Да и нельзя возить детей в верхней большой одежде. Поэтому вместительность здесь замечательная. По поводу комфорта посадки. Вы много раз мерили детей в такое кресло. Реально очень удобно. Из фишек, что хочу отметить, используется очень высокая платформа. Сбоку вот вам хорошо это видно. Очень высокая платформа. И у ребенка реально хороший обзор в окно. Много кресел хороших. Тут не поспоришь. Но с обзорностью у большинства проблемы. Здесь такой проблемы нет. Оно выше. И линия окна всегда обычно ниже. Здесь ребенок будет выше и смотрит в окошко себе спокойно. Вот. Это такой вот интересный момент. Что мне лично очень понравилось. Также, что для меня было бы удобно. Да и любому родителю. Это то, что когда вы всегда хотите посадить ребенка. Здесь стоят натяжители, которые поднимают ремни наверх. И вы не будете ребенка на ремни сажать. А потом под него их выковыривать. Такой проблемы здесь нет. Здесь, естественно, мягкие накладки везде есть. И на паховой зоне, и на плечевой. На плечевой с обратной стороны накладок есть прорезиненный материал, который не дает при ДТП проскользнуть ребенку. Удерживает его лучше, фиксирует. Это тоже очень важный момент. Ну и, естественно, классические пятиточечные ремни. Хочу заметить, они металлические, а снаружи пластик. Все, защелкнули, все нормально. Ну и натягивать по длине, регулировать здесь тоже очень все легко можно. Вот. Также по высоте регулируется и вот этот подголовник по мере роста ребенка. Регулируется вместе с ремнями. Не нужно их ковырять нигде отдельно. Спокойно подняли, опустили. Вот. Здесь очень интересная система крепления ремня предусмотрена. Мне эта система нравится. Потому что, ну, я вам сейчас покажу, оно крепит хорошо и сверху. Точка крепления есть, прямо в самом верху. Это не дает креслу клюнуть. И, естественно, в самом низу. Давайте сейчас посмотрим, как это делается. На самом деле, все очень просто. Ремень нужно вытащить полностью до конца. Берете, пропускаете нижний ремень снизу. И защелкиваете его обязательно. Вот. После чего верхний ремень пропускаем. Пропускаем. Вот здесь специально есть для этого отверстие. Отгибаем крепеж. Просовываем туда ремень. Он как змейка идет под подголовником. И, соответственно, пропускаем его и во втором направляющем тоже. После чего подтягиваем немножечко, чтобы он нигде не был расслаблен. Закрываем все это дело. Он здесь натягивается, естественно. И здесь снизу есть специальные ручки, за которые нам нужно будет поднять ремень еще и снизу. Здесь мы уже натянули. И натягиваем здесь. После чего оно становится просто как вкопанное. Здесь даже, ну, я не знаю, руку я не могу просунуть. Потому что все настолько фундаментально, мощно крепится. Поэтому юлозис, койзи, такого здесь даже близко нет. Вот. Это что касается крепления. Теперь давайте покажу, как здесь реализован наклон. На мой взгляд, это очень хорошая сторона этой модели. Наклон здесь достаточно серьезный. Получается, что у ребенка голова вперед, когда он с нее списать, не будет. И угол достаточно приличный, чтобы ребенок мог спокойно себе поспать. Вот. Поэтому, я не знаю, вот здесь все хорошо в этой модели. И цены сейчас на нее достаточно приятные. Цены немножечко подупали. Ссылку обязательно добавлю в описании к этому видео. Пройдите, посмотрите. Вот. Поэтому цены хорошие, качество тоже. В принципе, вообще особо придраться не к чему. Много людей спрашивают, а как же здесь нету изофикса? Это же очень хорошо. Никто не спорит. Изофикса это хорошо. Но, когда используют систему натяжения ремня в детском автокресле, это, по-моему, хорошая альтернатива изофиксу. Крепится все очень-очень мощно. Даже у изофикса есть небольшой люфт. А с такой системой никакого люфта нет. Поэтому по крепежу здесь тоже все здорово. Вот. В принципе, все, что хотел рассказать, я вам по креслу рассказал. В двух словах мое мнение по поводу кресла. Вообще, бренд Максикози мне всегда нравился. Я и ребенка своего возил в люльке от Максикози. В принципе, все здорово. Мне нравится положение ребенка в этих креслах. Оно всегда очень удобное. Ткани, как я говорил, классные. Крепеж вот этот грамотный. Мне очень нравится. И обзор. Еще раз, обзор. На самом деле, это не мелочь. Ребенок, если не видит, это ваши нервы. Он начинает нервничать. Ему скучно. Крехтит, пыхтит и все такое. Когда у него есть хороший обзор, все в порядке. Вот. И, в принципе, вопросов у меня к этому креслу нет. Цена сейчас хорошая. Качество, естественно, в Максикози всегда было хорошее. Поэтому смело могу его рекомендовать к выбору. Если ищете первую категорию, хорошую первую категорию, обратите на него внимание. Вот вам мое мнение. Вот. Ну, в принципе, по большому счету, все, что рассказать, хотел, я вам рассказал. Могу только пожелать хорошего, грамотного выбора. И большое спасибо миру автокресла за то, что предоставили на обзор на это детское автокресло Максикози Тоби. Спасибо еще раз. Ну, а вам всего доброго и удачи.